В эфире итоговая информационная программа «Здравствуйте» в студии Алена Куколева. О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Буря в тарелке, рязанский шестиклассник прославил свою школу на всю страну. На дороге Рязани дополнительно выделили почти 140 миллионов рублей и около 100 камер ежедневно следят за жизнью Рязани. На дороге Рязани дополнительно выделили 139 миллионов рублей. Эта сумма перечислена из бюджета области на ремонт и мероприятие по безопасности дорожного движения. Депутаты Рязанской городской думы на заседание в четверг внесли изменения в городской бюджет. За счет трансфертов из областного бюджета доходы города увеличиваются на общую сумму в почти 139 миллионов 700 тысяч рублей. Из них около 134 миллионов будет выделено на ремонт дорожного покрытия, 5 миллионов – на благоустройство дорожных разметок и знаков. Сейчас начнем с ямочного, идут торги по ямочному и отрадно то, что администрация своевременно отрабатывает торги и уже по замене дорожного покрытия во многих участках, во многих районах нашего города. За счет внутреннего перераспределения увеличен объем средств, которые планируются направить на ремонт дворовых территорий. Ранее на эти мероприятия предусматривалось 30 миллионов рублей. Сейчас депутаты добавили еще 10. В школах Рязани в этом году появятся металлодетекторы. На их приобретение в новой редакции городского бюджета предусмотрено полтора миллиона. Учитывая текущую ситуацию в стране, мы обязаны особое внимание обращать на безопасность наших деток. Также депутаты приняли изменения в генплан. В Храпове и Божаткове выделят около 100 участков для строительства домов многодетным семьям. Территории в районе поселков перевели из зоны нестелительных территорий в зону индивидуальной жилой застройки. А на Московском шоссе в районе памятного знака в честь дружбы русского и армянского народов появится официальная зеленая зона. Соответствующие изменения городская дума также внесла в генплан. А пока дороги в городе оставляют желать лучшего, активисты по всей стране продолжают бороться за реконструкцию дорожного покрытия и ремонт ям. Рязанские общественные движения также не отстают и на днях удивили своими действиями как автомобилистов, так и сотрудников автоинспекции. В интернете гуляет множество видео, на которых активисты устраивают необычные ситуации на дорогах. Где-то они в большом количестве выезжают на проезжую часть, движутся очень медленно. Таким образом подчеркивая, что по плохим дорогам быстро ездить невозможно. В результате они тормозят все движение на автодороге. Кто-то засыпает ямы на дорогах деньгами, другие же просто застилают их коврами. Видимо, чтобы водителям становилось мягче ездить. Некоторые активисты по старинке разукрашивают асфальт, выделяя ямы на дорогах краской. Другие в отчаянии разрисовывают собственные машины. В Рязани, кстати, тоже из года в год активисты выступают со всевозможными акциями. В том году они как раз-таки раскрашивали асфальт. Можно вспомнить, что на дорогах города ямы были обозначены краской. В этом году они пошли дальше и пытались расставить по городу разрисованные светоотражающей краской покрышки с прикрепленными аварийными знаками. По факту публикации в СМИ об инциденте с рязанскими автомобилистами, руководством регионального МВД назначены две служебные проверки. Напомню, что 13 марта инспекторы отдела ГИВДД по городу Рязани не допустили создания аварийной ситуации, которую могли спровоцировать действия рязанских автомобилистов. Автолюбители планировали расставить покрышки на дорогах областного центра, пытаясь объяснить свои действия желанием обезопасить дорожное движение. Сотрудники полиции разъяснили собравшимся, что это является нарушением статьи 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Автомобилисты не отказались от своих намерений и разъехались по городу. Инспекторам ГИВДД пришлось следовать по маршруту их движениям, чтобы не допустить помех на дорогах и возможных вследствие этого аварийных ситуаций. Сотрудники ГИВДД помешали активистам расставить все покрышки, однако некоторые из них все же нашли свои ямы. Шины все-таки нашли свои ямы. Кто это сделал, я даже не знаю. Пытался у ребят эту информацию узнать, но они сказали, что ты будешь ругаться, мы тебе не скажем. Наверное, даже приятно не от того, что они там стоят, а приятно от того, что ты понимаешь в этот момент, когда приезжает это сооружение, эту конструкцию, что благодаря этому кто-то просто сэкономил свои собственные деньги и свою собственную машину. Идея активистов состояла в том, чтобы перекрыть те ямы, которые могут привести к повреждению автомобилей горожан. Однако сотрудники ГИВДД в ночь инцидента с 12 на 13 марта несколько часов преследовали активистов, чтобы не дать им это сделать, не поясняя свои мотивы преследования, когда общественные деятели пытались вести диалог. Я пытался вести диалог, однако диалога не получилось. И я задавался для себя этим вопросом. С одной стороны, взяли бы мы бетонные блоки, бордюрные камни и побросали на северную окружную их. Вот просто побросали. Тут да, тут я согласен. Тут создание помех дорожному движению, которое может повлечь дальнейшая ответственность. То есть здесь по факту уже помеха есть. Это обозначение помехи. В результате акция состоялась только наполовину, зато разговоры о ней не замолкают уже вторую неделю. Сейчас руководством областного УМВД проводится еще одна проверка, в рамках которой будет изучена эффективность ГИБДД по городу Рязани именно в сфере исполнения контрольно-надзорных функций, направленных на соблюдение нормативных требований и эксплуатационного состояния автодорог и улиц. Около ста камер ежедневно следят за жизнью Рязани. Современные технологии позволяют увидеть и номер автомобиля, и даже лицо человека. С помощью системы «Безопасный город» в Рязанской области удалось предотвратить уже более 200 правонарушений. Жить стало спокойнее. Система «Безопасный город» следит за улицами Рязани в круглосуточном режиме. Впервые средства на реализацию проекта «Безопасный город» были выделены в 2005 году. Тогда весь проект ограничивался установкой в городе 30 управляемых камер и специализированных серверов. Об инфраструктурной системе «Безопасности» речи тогда не шло. Система работала локально. Но сегодня более сотни камер видеонаблюдения размещены в людных местах с наиболее интенсивным движением личного и общественного транспорта на авто и ЖД вокзалах. В настоящий момент в городе Рязань на площади «Победы» очень часто проводятся массовые культурные мероприятия с массовым скоплением граждан. В связи с этим в режиме реального времени выведены четыре видеокамеры, одна из которых поворотная. То есть мы можем не только повернуть ее, но и приблизить изображение. Эти четыре установленные видеокамеры, как вы видите, позволяют контролировать всю площадь «Победы». Не какую-то ее часть, а именно всю. Сейчас на примере покажу, как поворотная камера у нас работает. Также поворотная камера позволяет охватить не только саму площадь «Победы», но и вечный огонь, стеллу. Также система показывает, где находятся патрульные автомобили и в случае необходимости, то есть при сообщении о правонарушении, в дежурной части прекрасно видят, где находится ближайший патруль. За монитором следит круглосуточно оперативный дежурный. При выявлении преступления либо административного правонарушения дежурным неизмедлительно посылается ближайший наряд. У нас также имеется система позиционирования, где видно в реальном времени, какой наряд где находится. Ближайший наряд направляется. Также сотрудники дежурной части могут наблюдать за движением общественного транспорта, на котором, кстати, также установлено оборудование видеофиксации, что значительно облегчает процесс составления протоколов, да и вообще динамика раскрываемости и выявляемости правонарушений стала расти в положительную сторону. За 2015 год, если посмотреть по статистике, сотрудниками дежурной части, согласно Безопасный город, было выявлено, именно выявлено, не раскрыто, более 10 преступлений. Раскрыто около 50. Я имею в виду, что выявлено каким образом? При наблюдении в реальном времени устанавливается то, что на улицах совершено преступление, сразу направляется наряд, раскрывается преступление. Именно по раскрытию преступления. Если совершено преступление по видеозаписи сервера, изымается видеозапись, просматривается, можно установить лиц совершивших или автотранспорт, на котором передвигались предполагаемые преступники. После обострения ситуации с террористическими атаками в администрации города Рязани зашла речь о ведении тотального контроля за всеми въезжающими и выезжающими из города транспортными средствами. На данный момент рубежи контроля системы «Ваккорд Трафик» работают именно в таком режиме. Хотелось бы добавить и уточнить, что грязный, затушеванный номер для данной системы не является препятствием для распознавания. И все данные за несколько месяцев у нас хранятся на серверах. Автоматическое распознание лиц – очень перспективное направление в обеспечении инфраструктурной безопасности. Для системы распознания лиц крайне важны видеокамеры с высоким разрешением и развитые алгоритмы видеоаналитики, способные корректно распознать лицо при минимуме ошибок. Такая система «Ваккорд Фейсконтроль» установлена на двух железнодорожных вокзалах и на автовокзале в Рязани. В системе используются видеокамеры высокого разрешения. Это первая территориально распределенная система распознания лиц в России. Как и за тарелки макарон. В городе раздувается целый скандал. Все мы могли наблюдать на этой неделе. Рязанский шестиклассник в одно мгновение прославил себя и школьных поваров, выложив в социальную сеть фотографию своего обеда, на которой в окружении двух десятков макарон лежит маленькая котлета. Сопроводив снимок с соответствующей подписью, что дети не доедают, новость в одно мгновение разошлась по интернет-сообществу. А еще спустя пару дней в СМИ появилась информация, что руководство школы вынудило мальчика извиниться перед поваром за свою выходку. Тем не менее, ситуация получила обратную связь. Теперь за качеством питания в школьных столовых будут следить и родители самих учащихся, и советы образовательных учреждений, и общественный совет при администрации города. Подробнее Марина Комиссарова. Для того, чтобы родители смогли проконтролировать организацию питания в школе, им нужно будет только предварительно согласовать посещение столовой со своим классным руководителем. Контролировать питание могут и сами дети. Для того, чтобы каждый ребенок мог визуально определить в соответствии своей порции нормам, в каждой столовой есть контрольное блюдо и меню. Информация о том, что являются нормой, в ближайшее время появится на сайте администрации. Для усиления мониторинга качества питания учащихся, чем учреждения, управления образованием, молодежной политикой и муниципальному предприятию детское питание. Поручено постоянно осуществлять контроль и мониторинг данного вопроса и обобщенную информацию представлять на сайте каждого образовательного учреждения, на сайте управления образованием, на сайте администрации города. Помимо этого, управлению образованием предлагается осуществить организацию общественного контроля. Это контроль со стороны родителей, советов образовательных учреждений, общественного совета при администрации города, ученического самоуправления за качеством питания учащихся. В среднем, по данным администрации города, услугой питания в столовой пользуется порядка 65-70% учащихся. Максимальное количество питающихся в школьной столовой детей наблюдается в учреждениях, где есть собственные столовые. Таких в областном центре большинство. Остальные учреждения организуют питание в буфетах готовой продукции. В каждой столовой, во-первых, находится книга отзывов, в каждой столовой. Во время завтрака и обеда выставляется контрольное блюдо, которое можно сравнить с порцией конкретного ребенка, для того, чтобы определить, полная это порция или не полная. Блюдо это стоит на общем обозрении в столовой ежедневно. Предлагаем городскому сообществу участвовать в мониторинге качества продуктов, качества питания. Родителям никогда не отказывалось и до этого, а теперь тем более. С тем, чтобы прийти в столовую и посмотреть, чем кормятся дети. Для этого нужно снять верхнюю одежду, гардероб сдать и обязательно иметь сменную обувь или пахилы, чтобы пройти в столовую. Теперь к регулярному мониторингу организации питания добавляются системные, не реже одного раза в две недели, публикации обобщенной информации о проводимых в школах проверках, с которой можно будет ознакомиться на сайтах администрации города Рязани, управления образованием и молодежной политики, муниципального предприятия детское питание и на школьных сайтах. На последних будут также публиковаться результаты проверок по конкретным обращениям и жалобам. В Рязани на территории оптовой базы сотрудники транспортной прокуратуры проверили продукцию на наличие санкционных товаров и нашли запрещенные к ввозу яблоки и томаты. Как сами рязанцы реагируют на жесткие санкции и рады ли поддерживать отечественного производителя, выясняла Оксана Тебенихина. 1230 килограммов польских яблок и 360 килограммов турецких томатов. Такое количество запрещенных продуктов было изъято из оборота Рязанской транспортной прокуратурой. Один из предпринимателей, занимающийся реализацией плодовощных на пятой базе, приобрел санкционный товар, не очень задумываясь о последствиях. Теперь запрещенные фрукты и овощи подлежат уничтожению. В настоящее время партия яблок уничтожается Россельхознадзором, а томаты находятся на ответственном хранении, так как для них предусмотрена иная процедура уничтожения. Они уничтожаются только в согласии собственников в случае невозможности возврата его в Республику Турция. Сейчас транспортная прокуратура проводит мероприятия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности. О том, как запрещенные продукты попадают на отечественные прилавки, ни для кого не секрет. Например, польские яблочки в дружественной Белоруссии не запрещены. Оттуда через Россию со всеми документами выдвигаются фуры с транзитным грузом, например, в Казахстан. По всем бумажкам яблочки 100% доедут до пункта Б, только вот в этот раз они осели в Москве. Наша съемочная группа направилась прямиком на Первомайский рынок. Мы проверили, пользуются ли популярностью российские яблоки, а заодно поинтересовались у рязанцев, поддерживают ли они идею запрета на ввоз некоторых продуктов питания и готовы ли поддержать отечественного производителя. Скажите, пожалуйста, какие яблочки вы больше предпочитаете? Наши российские? Наши российские, конечно. А почему? Ну, потому что мы вроде знаем, что мы должны хорошие там быть. То есть у нас вкусные? Да, может, меньше обработанные. Вы все-таки российские яблочки предпочитаете? Российские лучше всего. Да, российские. А почему они? Потому что неизвестно откуда привозные бывают. А вот вы поддерживаете эти санкции? В смысле? Нет, они нужны. Пусть лучше российский будет продукт. Пожалуйста. Потому что детям покупаем. У меня 10 рублей. Вот к вам тут же вопрос. Скажите, пожалуйста, это российские яблоки? Да, да, да. Беру только российские. Если не обманывают, конечно. Поддерживаете идею санкций? Конечно. О чем я? Конечно, поддерживаю. Я все поддерживаю. Идея импортозамещения и поддержки отечественного производителя не нова и весьма полезна. Главное, как говорится, создать комфортные условия. Этот момент наши законодатели сейчас рассматривают более углубленно. В Рязани открылся фестиваль в поддержку людей с ограниченными возможностями. Торжественное открытие фестиваля прошло в библиотеке имени Горького 21 марта. Во всемирный день людей с синдромом Дауна. Роман Дворецков побывал на открытии фестиваля. 21 марта стартовал первый фестиваль в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник». День открытия пришелся на Всемирный день людей с синдромом Дауна. Закрытие состоится 2 апреля во Всемирный день информации об аутизме. «Подснежник» – это образное название, которое очень сильно характерно этим детям. Они беззащитные, они хрупкие, они нуждаются в тепле, нуждаются в помощи. А также, как этот цветок в той влаге, которую дает земля весной, и в том тепле, который дает солнце. И только благодаря этим внешним вещам раскрывается их прекрасная внутренняя суть. Вот такое разделось у нас название «Подснежник». Романтичное, но очень хорошо отражающее состояние этих детей. Мне кажется, очень подходит. В программу фестиваля включены фото-выставка «Всем прогнозам вопреки», просмотр художественных фильмов с особенными героями, флеш-моб, концерты, круглые столы и открытые лектории. В работе фестиваля примут участие высококвалифицированные специалисты практики из Рязани, Рязанской области и Москвы. Они расскажут о новых методиках и подходах, призванных эффективнее помогать особенным детям в их развитии. В ходе фестиваля родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, смогут обменяться опытом. Вот на этой выставке, благодаря, конечно, удивительному изобретению человеческого ума, фотоаппарату, оказалось возможным уловить те мгновения, те состояния души этих детей, которые в обычной жизни практически неуловимы. Они от нас ускользают всегда. И вот фотоаппараты и замечательные фотографы поймали эти моменты. Мы сможем поглубже на них посмотреть, подольше на них посмотреть и понять поглубже. И, собственно, кроме этой фото-выставки, на этой фото-выставке мы расскажем об этих детях, вернее, эта выставка расскажет об этих детях, об их успехах, несмотря на то, что диагнозы у них очень сложные. Но успехи у них велики. Велики и у них, и у родителей. Специалистами доподлинно доказано, что уровень развития детей с синдромом Дауна на 50% зависит от специализированной помощи. Если солнечный ребенок общается со своими здоровыми сверстниками, то он перенимает от них стандартные нормы поведения. Поэтому необходимо вести работу по социализации ребят с синдромом. И этот фестиваль является качественным плацдармом для реализации всего запланированного. Старинный славянский праздник Жаворонки празднуют 22 марта, в день весеннего равноденствия. Считалось, что в этот день возвращаются на родину Жаворонки, а за ними летят и другие перелетные птицы. Православные в этот день отмечают 40, но традицию печь булочки в виде птиц сохранили. Ко дню весеннего равноденствия лепят таких же птиц, как и в старину. В этот день наши предки закликали весну, приманивали ее, угощая жаворонками, которых пекли в каждой семье. Из всей выпечки съедали лишь несколько птичек, остальных выносили на улицу и подкидывали, приманивая настоящих птиц. Так как в марте соблюдали Великий пост, тесто делали из муки и воды. Традиции хранят до сих пор и в Солочинском Рождества Христова женском монастыре. Я вот сколько знаю, что да, стараются люди в этот день в память о 40-моченьках. Вот такие птички. Мы раздаем их прихожанам, детям. Очень дети любят, очень приходят к нам на службу. Овощи, соленья, супы и каши. Постный обед в трапезной при монастыре отличается разнообразием. Как говорят сами обитательницы монастыря, держать пост совсем несложно. Мы уже привыкли, и для нас это радость духовная. Пост сам по себе протекает как бы и быстро. Когда начинаешь к Богу идти, поститься легко. Легко. То есть, ну, как бы от страсти начинаешь потихонечку освобождаться. Вот. И мяса не хочется. То есть мясо, допустим, я уже не ем лет 12. Вот. Ну, в пост можно морепродукты употреблять. Сегодня на обед у нас борщи, картофель с пассерованным лучком и компот. А здесь вот у нас сама трапеза. Здесь у нас за этим столом кушают паломники после сестер. Потому что нельзя по уставу, чтобы сестры вместе с паломниками кушали. Овощи и зелень здесь выращивают самостоятельно. Делают из них заготовки, закрывают и едят во время поста. Компоты и варенье также делают из своих ягод и фруктов. Ангела Божьего к трапезе незримо предстоит. Так в монастыре желают друг другу приятного аппетита. 24 марта в мире отмечают День борьбы с туберкулезом. Заболевание по сей день считается социально опасным. Однако в настоящее время с ним успешно справляются врачи и фтизиатры. Наша съемочная группа побывала в Тубдиспансере, где молодые специалисты рассказали о специфике своей работы. Туберкулез, заболевание – одно упоминание, о котором вызывает некую брезгливость в каждом из нас. Представление общественности – это болезнь, которая, как правило, касается представителей неблагополучных слоев населения. Между тем, в настоящее время с туберкулезом успешно борются. Врач в четвертом поколении, фтизиолог во втором поколении. Мария Жарикова поясняет, что свои сложности в ходе лечения есть. Приходится оказывать психологическую поддержку пациентам и их родственникам. Туберкулез протекает абсолютно бессимптомно, поэтому, когда, конечно, к нам больные поступают в отделение, для них это, в первую очередь, шок. Они начинают очень паниковать, они начинают нервничать, потому что они не хотят признавать, что у них есть такое заболевание. Все-таки до сих пор у нас считается, что это социально опасное заболевание, и людей делают изгоями. Хотя, на самом деле, это заболевание, оно вполне себе излечимое. Просто лечение, оно достаточно длительное. Если при закрытых формах туберкулеза это в среднем полгода, если считать вместе и стационарный, и амбулаторный этап, то у нас это от полугода до года, и два, и три года, конечно, бывает. Рязанский противотуберкулезный диспансер – медицинское учреждение, где особое внимание уделяют мерам профилактики. К сожалению, далеко не все люди относятся ответственно к собственному здоровью. Многие годами не проходят флюорографию, а даже такая простая процедура зачастую помогает обнаружить патологии на ранних стадиях. В случае, если флюорография обнаружит отклонение от нормы, пациента направляют в кабинет рентгенолога. Тубдиспансер располагает томографом нового поколения, с помощью которого можно выявить любые патологии. У нас все-таки учреждение, которое специализируется в основном на болезнях легких. И для нашего профиля как раз вот этот аппарат является таким самым оптимальным выбором по качеству получаемых снимков, по лучевой нагрузке, которую мы даем пациентам. То есть она довольно низкая, особенно у детей. Мы используем детские протоколы. То есть по сравнению с взрослыми доза обучения в несколько раз меньше получается. Так что бояться не нужно здесь. Томография головы занимает всего пару минут. Чуть более сложной является процедура осмотра брюшной полости. В этом случае внутривенно вводят специальный раствор, который способствует тому, что контуры внутренних органов становятся лучше видны. И, конечно, томограммы легких. Например, здесь врач констатирует развивающийся рак. На флюорограмме в этом случае новое образование обнаружило себя как пятно. Поэтому пациента и направили к рентгенологу. Вот это пациент с периферическим раком легкого диагностированный. Это вот есть рак? Да. Процедуры безвредны для детей. Работает в тубдиспансерии и детское стационарное отделение. Специалисты рекомендуют – относитесь к своему здоровью ответственно. Тогда и уровень заболеваемости будет гораздо ниже. Найти в Рязани вкусную и полезную мясную продукцию по доступным ценам становится все проще. Торговая сеть «Куриный дом» открыла в нашем городе уже пятый магазин по счету. Торжественное событие состоялось на улице Дзержинского. Русские народные песни, яркие костюмы и праздничные гуляния являются неотъемлемыми атрибутами открытия магазинов торговой сети «Куриный дом». В Рязани с размахом отметили начало работы уже пятой по счету торговой точки под красно-белым брендом. Местные жители уже хорошо знакомы с нашей торговой сетью. Они знают, что здесь всегда можно найти широкий ассортимент разнообразной продукции по самым доступным ценам. Магазин уютный, ассортимент большой. Магазин понравился, мне хорошо сделано все хорошо. Главное, что рядом с домом. И цена хорошая, и обслуживание, видимо, хорошее. Очень понравилось. На витринах магазина продукция исключительно отечественных производителей от всем известных торговых марок. Более 700 наименований, куда входят различные виды мяса, включая утку и кролика. Также представлены деликатесы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасы и копченостей. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея Новведенской». Субтитры создавал DimaTorzok